В феврале в нашем зале побывал невероятный человек Ирина Юрьевна Садырова Известный хореограф в мире художественной гимнастики Для наших детей она провела мастер-класс А мы решили воспользоваться моментом и познакомиться с ней поближе В художественную гимнастику попало, можно сказать, случайно Была подруга, да, в училище, и она меня пригласила в гости в Дубну В Дубне мне понравилось, зашли в зал А где были художественные гимнастки, ты мой сладкий И предложили мне спасибо, моя котика Ну, не дам, скажи, да Предложили мне поработать в качестве хореографа с гимнастками И я вот согласилась на эту авантюру Как туда попала, так и погрузилась в мир художественной гимнастики Настолько мне это затянуло, понравилось Стала получать удовольствие от тренировочного процесса От того, что я делаю, чем я занимаюсь Так, видите, осталось уже на протяжении, наверное, сколько? 27 лет я все никак не могу расстаться с художественной гимнастикой Хотя я считаю, что случайных вещей, наверное, в жизни нет, да Значит, так должно было быть Ирина Юрьевна стояла у истоков Дмитровской школы художественной гимнастики Вместе с Ольгой Юрьевной Чайниковой Вместе они нашли особенность для своей школы И сделали из этого фирменный стиль Когда я познакомилась с художественной гимнастикой Показали, да, что вот есть такая сборная Болгарии И очень понравились именно у них вращения То есть на тот период времени Это был вообще высший пилотаж И то, что они делали, это, конечно, классно Ольга Юрьевна сказала, что Хочешь, чтобы дети так же много крутили И вперед, и потихонечку я так начала Конечно, не сразу все получалось Это очень длительный период Конечно, у меня была база, да, там, хореологическое училище Там дают нам это все Но как это перенести на гимнасток? Потому что гимнастки все-таки это не девочки из училища Ну, методом проб, ошибок, трудолюбия Потихонечку, шаг за шагом получилось Совместно с Ольгой Чайниковой Они воспитывали невероятных гимнасток Про которых до сих пор и знают многие В их числе Дарья Кондакова, чемпионка мира и Европы Екатерина Малыгина, трехкратная чемпионка мира и Европы в групповых упражнениях Ульяна Трофимова, лидер сборной Узбекистана И Анастасия Гусева, чемпионка стран Балтии и СНГ Которая сейчас является основателем нашего клуба Самое основное, что мы дали, это, конечно, дали основу, базу Когда ты работаешь на результат, всегда тяжело Это труд, это труд и со стороны гимнастки, и со стороны тренеров Кто работает с девочками Одним из интересных сотрудничеств была работа со сборной Белоруссии Перед Олимпиадой в Пекине Ну, оказались так, по приглашению работала я не одна Вместе с Ольгой Юрьевной Чайниковой Или наоборот, да, произошло Там Ольгу Юрьевну пригласили, а она как бы меня с собой взяла Интересно, задачи были те же Наверное, на максимальное количество там повороты Ну, там не только как бы поворотами занимались Я считаю, что хороший результат у нас получился, да Ина Жукова стала серебряным призером Олимпиады То есть это приятно очень, что, да, ты кому-то помог Помимо художественной гимнастики Ирина Юрьевна работала и с командами в эстетической гимнастике Началось-то вообще с чего, что дитя Александровна Букова меня пригласила Со своими командами, как бы оттуда все шло Но, если честно, разницы никакой нет Потому что художественная гимнастика, она и в эстетической гимнастике Это та же самая художественная гимнастика Основы те же элементы, как бы те же База, она остается базой Поэтому, но мне там было интересно в эстетике что? Композиции, вот это вот музыкальное оформление Самоупражнение, подача очень интересная Эмоции, вот эти все То есть не только техническая часть Но ты еще можешь поработать с составляющей С такой, как наполнение этого упражнения Да, как я говорю, внутренним содержанием каким-то Планы и цели на будущее Постоянных гимнасток нет у меня сейчас Но есть такое понятие, как наставничество И, наверное, вот как раз-таки этим я сейчас занимаюсь И очень приятно, когда я сейчас вижу Да, там, в России деток, которые у меня там Кто-то входит в сборную Кто-то там попадает на юный гимнаст Кто-то входит в сборную от общества Кто-то там от Москвы Кто-то там места какие-то занимает Конечно, это очень приятно Наставничество в чем выражается? Это помощь тренерам, детям Какая-то поддержка, не знаю, там, моральная Методическая, психологическая, тренировочная То есть двери у меня открыты Любой может обратиться Я, конечно, все свои знания Все, что я умею, знаю, я отдам Помимо того, что я даю, да, в художественной гимнастике Я, конечно, в своих сборах стараюсь еще дать детям Немножечко больше, чем художественная гимнастика Да, первое, что это я приучаю к труду Интерес у них куда-то там в чем-то проснулся То есть не просто сборы для меня Это, наверное, нечто большее, чем сборы Потому что я считаю, что мы сейчас должны заниматься воспитанием подрастающего поколения А тренировочный процесс – это то же самое как бы воспитание Это не медаль, это не место, это не твоя большая буква «Я» Это действительно намного больше И это важно по нашим сегодняшним временам Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok